В последние годы в обществе всё чаще начал возникать вопрос экологии. И задача переработать как можно больше мусора стоит перед каждым гражданином. Но для участников выставки «Хлам-арт» такой проблемы нет. Бутылки, старые ботинки, сковородки и многие другие бесполезные предметы быта для них — это предметы рукоделия. Подробности в репортаже Юлии Пагасиан. Конкурс «Хлам-арт» уже стал традиционным для Видновской библиотеки. В этом году он проходил третий раз. До 5 октября все желающие могли выставить свои экспонаты. Но и после завершения приёма работ люди продолжали нести подделки. Основная идея конкурса — не выбрасывать старые вещи, а подумать, как вдохнуть новую жизнь в эти, на первый взгляд, ненужные детали. В основном участниками выставки стали ученики и педагоги районных школ, гимназий и детских садов. Наибольшее количество работ предоставила четвёртая школа. Я думаю, что выставка удалась. Потому что иной раз смотришь и думаешь, ну вот уже вроде бы столько лет я тоже занимаюсь этим, а даже в голову не придёшь, что вот из этого что-то можно сделать. Удивило разнообразие экспонатов. Видно, что у жителей Ленинского района очень богатая фантазия. Смотря на некоторые работы, не понимаешь, как можно было это придумать. Куклы из одноразовой посуды, дерево из жестяных банок, занавеска из крепок и журнальных страниц. Встретился даже самодельный светильник. А такие работы, как, например, майдадыр или пудель из кассетной ленты под названием «Мой дружок» заслуживают особого внимания. Вот тут вот бутылки эти. Корпус. Да, корпус из огромной пластиковой бутылки и ножки из бутылок. Остальное – это пьёмка. Да. Остальное – кассетное. Видеомагнитофонное. На исполнение таких замысловатых работ участники потратили немало времени и терпения. И по праву завоевали первые места. Всего конкурсом предусмотрено пять номинаций. В каждой из них 16 октября жюри выявило победителей. Торжественное награждение состоится в ближайшее время в конференц-зале библиотеки. Ребята, приходите в библиотеку, смотрите, здесь выставка ребятами сделана самими. Поделки из всяких и старых вещичек, из того, что не нужно, из всякого хлама. Поэтому она называется как? Хламарт? Отличная. Вот такая выставка. По словам сотрудника библиотеки, выставка продлится ещё пару недель. Так что, если вы пока не успели посетить её, у вас есть достаточно времени, чтобы выкроить момент и выбраться всей семьёй посмотреть экспонаты. Возможно, вдохновившись увиденным, в следующем году ваша семья тоже сделает свой шедевр для хлам-арта.